День с толком От кровли до пятого этажа. Первые потопы в Барнауле страдают жильцы-многоэтажки. Блин и все, что с ним связано. В масленичную неделю меню корректируют не только православные. Два водоема для заправки пожарной техники, а также дополнительные противопожарные минерализованные полосы, планируют создать вдоль границы с Республикой Казахстан в этом году в Алтайском крае. Эти мероприятия пройдут в рамках подготовки региона к пожароопасному теплому сезону. Напомним, в этом году на Алтае будут усилены меры пожарной безопасности в лесах. Таким действием власти подтолкнул неутешительный прогноз по лесным пожарам на предстоящие несколько лет. Только прошлым летом произошло 276 возгораний на площади 23 тысячи гектаров. Самые крупные пришлись на Егорьевский район. Ущерб от них оценили в 473 миллиона рублей, а общий ущерб от всех пожаров в 615 миллионов. В 2024 году на треть чаще станут патрулировать территории. К трем созданным осенью дополнительным водоемам для заправки техники добавят еще два. Оборудуют минерализованную полосу на границе с Казахстаном. А в рамках нацпроекта «Экология» край получит 72 миллиона рублей для покупки противопожарной техники. По мнению экспертов, в ближайшие годы будет больше так называемых сложных возгораний, обусловленных природными факторами. Потоп с крыши до пятого этажа. Барнаульскую девятиэтажку затопило. На ветхую протекающую кровлю жители жалуются регулярно. И этот сезон уже успел отметиться бедствием. Может ли кто-нибудь протянуть барнаульцам спасительный круг, узнавала Валентина Аскерова. Вода бежит со всех щелей. Слили уже несколько тазиков, все обои внуфры. Вместо восьмимартовского застолья – тряпки и ведра. Праздники жильцы многоквартирного дома встретили под холодным душем. Снег на крыше растаял, вода фонтаном хлынула в квартиры. Девятый этаж поплыл. На празднике началось. Я выношу мусор, я рано встаю, полседьмого. Выношу мусор, но в коридоре лужа воды. Думаю, черт возьми, собаку кто-то что ли. А потом поднимаю глаза, а там по стене ручей течет. Залило 106-ю квартиру полностью. У парня там потолок подвесной облез. И это обои облезли. У меня, видите, там обои вот облезшие. Вот до сих пор они, вот они. Вот. Как текло, так и текло. Жильцы позвонили в управляющую компанию. Пока ждали сотрудников, начали спасать дом своими силами. Вооружились ход с перчатками, ведрами, тряпками. И стремительно начали собирать воду. А тут же у нас труба, вот этот слив. Если там пойдет, и у нас коробка распределительная, мы тут сгорим. Жильцы еще перед праздниками просили УКП почистить крышу. Но их просьбу проигнорировали. Почему, мы попытались выяснить. Директор управляющей компании заболела? Ага. Будет через неделю, но в больнице. На этот вопрос только она вам может ответить. Я может позвонить. Капремонт кровли по краевой программе запланирован аж на 2029-2031 годы. На сроки можно сдвинуть, отмечают коммунальные юристы. Дома можно провести экспертизу и получить техническое заключение о необходимости проведения безотлагательного ремонта капитального данной кровли. Сделать это можно при помощи управляющей компании. То есть она может найти соответствующую организацию, допустить ее на крышу, которая произведет осмотр, даст соответствующее заключение. И уже с этим заключением от имени собственников многоквартирного дома управляющая компания может выйти на межведомственную комиссию с просьбой перенести сроки проведения капитального ремонта крыши на данном доме. А пока вопрос будет прорабатываться, управляющая компания должна точечно латать дыры на крыше. Но и этого она не делает, возмущаются люди, и пока предусмотрительно не убирают ведра и тряпки. Вдруг вновь рванет. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Промышленным предприятиям края недостает более 7 тысяч работников. Минувший год стал показательным в плане нехватки свободной рабочей силы на рынке труда, а также обострил конкуренцию за сотрудников. В связи со сложившейся ситуацией работодатели стали активнее повышать заработные платы и вводить новые меры поддержки своих сотрудников. Начавшаяся в прошлом году зарплатная гонка продолжает набирать обороты, говорят эксперты рынка труда. И в этой тенденции ключевую роль сыграли предприятия оборонно-промышленного комплекса. Остальным сферам, чтобы не допустить потерю рабочих рук, пришлось подтягивать зарплату до уровня УПК. За прошлый год зарплата в промышленном секторе выросла на 24,5%, а в обрабатывающих производствах она превысила 50 тысяч рублей. Такие меры, безусловно, дали свои плоды. Частично вакансию удалось закрыть. Однако потребность в кадрах остается все еще высокой. А вот как обеспечить трудовыми ресурсами разные сферы региона. Этот вопрос обсуждали сегодня участники межрегиональной пресс-конференции, посвященной ситуации на рынке труда в Сибири. По мнению участников, в том числе начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежды Капуры, помочь решить проблему должны новые программы обучения. Мы в Алтайском крае также, с учетом опережающей подготовки персонала, создали у себя ряд образовательно-производственных кластеров, которые способствуют сегодня подготовке кадров уже на опережение. В первую очередь это, конечно, машиностроительный, транспортный. Создан у нас кластер образовательный в легкой промышленности, в туристической сфере. И буквально в 2024 году на днях будут открыты еще два кластера для сельского хозяйства и для среднего профессионального образования по квалификации педагогика. Один из образовательно-производственных кластеров откроют в Крае уже завтра. Речь идет о Центре для машиностроительной отрасли региона. Он поможет быстрее адаптировать обучающихся к реальным условиям работы на промышленных предприятиях. Нуждающиеся граждане могут получить жилье бесплатно по договору социального найма. Такое возможно и в Барнауле, но нужно дождаться своей очереди. Правда, двигается она слишком медленно, считает одна из жительниц города, которая в одиночку воспитывает сына, страдающего эпилепсией, и семья которой официально признана нуждающейся в жилом помещении. Почему семье с ребенком-инвалидом нельзя получить жилье вне очереди, и кто может помочь в данной ситуации, в сюжете Данила Кузнецова. Антону 8 лет. Его любимые игрушки, герой из мультфильма «Тачки», и единственные друзья. Из-за эпилепсии, которой страдает мальчик, никто из ровесников, говорит его мама, не хочет с ним поддерживать контакт. А недавно состояние здоровья ухудшил сопутствующий диагноз, как клюш. Из-за надрывного кашля мальчика в буквальном смысле три раза возвращались с того света. Как итог, откат в развитии. Добавили стрессы и постоянные переезды. Пошли по комнатам. Где-то с семьями вместе снимали. Но так как у нас заболевание вот такое, что мы можем и ночь не спать, бьет сутками. Припадки бывают такие, что немногие выдерживают это увидеть. Поэтому нас всегда просят – съезжайте, съезжайте. И вот так вот мы мотались, пока мы не остановились здесь, на Георгии Исаакова. И с этого адреса тоже скоро нужно съезжать. Жилье, которое арендуют за болотины, продается. Освободить квартиру, которую хозяева, войдя в положение семьи, сдавали по приемлемой цене за 10 тысяч рублей в месяц, нужно к осени. Если ценник будет хотя бы 15 уже, мы не потянем. Тогда уже, как сейчас, мы не сможем жить. А будь одеть ребенка, вылечить ребенка, купить вовремя препарат, пройти врача, очень много платных врачей. По словам Ольги, только на лечение ребенка ежемесячно уходит порядка 30 тысяч рублей. Женщина старается подрабатывать, иногда няней. Шьет на дому, выполняет другую бытовую работу. И пока пусть и сложно, но сводить концы с концами удается. А вот если придется платить за аренду квартиры больше и деньги, говорит мама мальчика-инвалида, средств не будет хватать даже на жизнь. Кто-то отдал просрочку, ну то есть уже сроки подходят, да, то есть всем тревогу бьешь, колокола. Тут же позвонили, мы собираемся, едем, на трамвайчик сели, поехали, забрали. Но не всегда это бывает, что потраты. А вот последние полгода, да, то есть ежемесячно у нас шла Файкомпа, у нас шел Ломатриджин, вот, и утрех, что иногда приходит, ну и ребенок еще болеет. Семья официально признана малоимущей и нуждающейся в жилом помещении. Это значит вправе рассчитывать на бесплатное жилье от государства. Только вот очередь, по словам Ольги, двигается слишком медленно. Выходом из положения могло бы стать получение жилья вне очереди. На такое вправе рассчитывать люди с тяжелыми формами заболевания. Только вот эпилепсия к таковым не относится. Заболевание Заволокина не входит в перечень заболеваний, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 номера 987Н об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. При этом данное заболевание в соответствии с приказом Министерства здравоохранения России дает семье Заболочиной право на предоставление жилого помещения по договору социального найма муниципального жилищного фонда с учетом дополнительной площади. Иными словами, Заболотинам предстоит дожидаться, когда очередь дойдет до них. Но в это время, говорит Ольга, нужно как-то жить. Она надеется, что, возможно, найдутся неравнодушные люди, которые войдут в положение ее семьи и сдадут жилье по приемлемой стоимости. Мир, уверена женщина, не без добрых людей. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. За четыре года, пока не было прямого рейса Барнаул-Пхукет, люди стали забывать о правилах перевозки особого вида товаров. Так, алтайская таможня задержала жительницу Барнаула, которая привезла домой из Таиланда элитный алкоголь без декларирования. Нарушителем стала 41-летняя жительница краевой столицы. В аэропорту в ее багаже обнаружили 8 бутылок виски, рома и другой алкогольной продукции объемом 4 литра. А по закону ввозить из-за рубежа без декларационных документов можно лишь до 3 литров алкоголя. В отношении туристки возбуждено дело об административном правонарушении. Самостоятельно делать отчисления на будущую пенсию и пособия, возможно, придется таксистам, курьерам и сборщикам заказов через маркетплейсы. Такое предложение уже внесли на рассмотрение в Госдуму. По мнению инициаторов, у цифровых платформ должно быть право, но не обязанность софинансировать своих сотрудников. Однако Федерация профсоюзов считает, что большинство россиян не склонны добровольно отчислять деньги на будущую пенсию. Что думают об этом барнаульцы, выясняла наша съемочная группа. «Наверное, нецелесообразно. Ну, люди же работают, как они могут отчислять от своей зарплаты. Сегодня у них хорошая зарплата, завтра плохая. Ну, какие могут быть пенсии у них? Нет, несправедливо». А вы вот сама как самозанятая, насколько сложно расставаться с деньгами, которые уже есть в наличии, так скажем? 4-5 тысяч в месяц выделить, ну, жалко. То есть, с другой стороны, особенно когда их можно не отчислять, ну, да, жалко. Пусть платят за свою пенсию. «Все эти пенсионные фонды, по-моему, это все не совсем то, что нам нужно. А что нужно? Ну, мне кажется, каждый должен сам о себе позаботиться, о своей старости. Вообще деньги не нужно откладывать, мне кажется, на пенсию. Каждый сам должен, как бы, посерьезнее, маленько относиться к своему будущему». «Мне кажется, все-таки пенсию должны накапливать не они сами. Потому что обычно эта работа, ну, я сам работал там, и работа не сильно прям люто прибыльная. И, мне кажется, накапливать оттуда на потом будет как-то трудновато». 15 молодых исследователей из Алтайского края представят наш регион на Международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Он пройдет в Москве с 24 по 29 марта. Накануне в Техническом университете состоялась предварительная защита научных исследований. О разработках пытливых молодых умов в сюжете Дарьи Ярошиной. Такой автополив работает на аккумуляторе, а в его конструкцию включен гидротаран для подъема воды. Экологично и дешево. Автор разработки – 11-классник Иван. Он усовершенствовал существующую ранее версию и собрал свой действующий образец оросительной системы. Работа заняла почти год. «Из-за недостаточного напора на выходе трубы, что могло объясняться несоответствием конструкции первоначального макета гидротарана и ее теоретическим описанием работы, были добавлены пластиковая емкость и грузик к ударному клапану для его открытия при статичном напоре жидкости». Прежде чем представить свою разработку на Международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее», школьники защищают свои исследования перед преподавателями вузов края. Лучших докладчиков награждают, а победа на форуме может открыть детям дорогу к карьере молодого ученого. «Их отбирают ребята. Это и Сибирь, и Дальний Восток, и, конечно же, с Алтайского края. Затем мы проводим 4 месяца учебно-консультационный пункт. То есть каждый месяц ребята приезжают со всей его Алтайского края. И наши экспертные советы, состоящие из профессорско-преподавательской вузов Алтайского края, их консультируют». Предварительная защита – непростое испытание. Вопросов авторам разработок задают много и нередко с подвохом. «И последнее вопрос. Практическая значимость вашего работы, ваших результатов, которые вы получите. Вот вы исследовали и дальше что?» Одна из молодых исследовательниц изучила состав химических загрязнений в иголках хвойных деревьев. Само явление она связала с влиянием выбросов котельных. По расчетам школьницы, котельные нарушают норму Санпина. Но не учла влияние других источников примесей в воздухе, таких как транспорт. Но, как считать правильно, затрудняются с ответом даже взрослые деятели науки. «Мне кажется, да, действительно, лучше совместить розу ветров с разлетом частиц, то есть указать прямо от границы, нанести непосредственно саму карту и указать именно в ПДК вот этот разлет. Именно величину частиц, где она превышает ПДК, предельно допустимое значение. Вот тут, мне кажется, было бы более корректно». Тем не менее, Виктория Дементьева попала в список 15 делегатов, у которых главное испытание еще впереди. До него осталось две недели. По мнению организаторов, предварительная защита проектов поможет ребятам не только чувствовать себя увереннее в Москве, но и лучше разобраться с тем подушельем карьера ученого. «Знаете, хочется себя почувствовать маленьким Эйнштейном, маленьким Ньютоном. Это приносит не только удовлетворение, но и какие-то внутренние, моральные, какие-то такие ставят тебе устои, которые, я думаю, в дальнейшем не очень пригодятся, но и, безусловно, дает множество знаний». Дарья Ярошина, Владислав Ковалев. День с толком. Кафе и рестораны в Крае запустили специальное меню в Масленичную неделю. Гостей готовы угощать блинами с разнообразными топпингами и начинками. Но необычные блины сейчас готовят не только в заведениях общепита, но и дома на собственной кухне. Даже представители разных национальностей, проживающих на Алтае, готовы удивлять не блинами, но блюдами, похожими на них. «Блины с индейкой, с белым грибом, муссом, пармезаном. Сейчас мы натрем еще сверху тертый пармезан. Вот такая эстетика». Эстетика присутствует во всех масленичных блюдах. Блины с лососем, блины с ягодами, блины без глютена, овощные и так далее. Изобретая авторские блинные фишки, рестораны и другие заведения общественного питания Барнаулы удивляют своих гостей. «Мы всегда стараемся делать, как-то удивить, придумать что-то новое. И сделали такое небольшое, разработали меню. Классические блины, сметана, масло. Но чуть-чуть у нас авторская, маленькая кухня такая. И мы маленько от себя добавили. То есть сделали разновидность, чтобы это было красиво, вкусно. То есть ты поел и красиво, вкусно и плотно». Блин как блюдо, и масленица как праздник корнями уходят в язычество. В то время вся работа останавливалась, и люди каждый день пекли круглые лепешки. Круг – общий символ кухонь разных народов и наций. Например, в Мордовии готовят пышные дрожжевые блины из пшеничной муки и пшеные крупы. Они называются пачат. В Удмуртии пекут табани, в Татарстане – тыбик-мэк. В Корее тоже есть особые лакомства. «Называются они терем губи. Терем от слова «жарить». И губи тоже близкие по значению к слову «жарить». Мы будем использовать рисовую муку чапсари, именно из клейкого риса, вода, соль и растительное масло для жарки». Замешивается тесто до консистенции густой сметаны и отправляется на сковороду в большое количество масла. «Так как тесто у нас густое, нам нужно помочь ложечкой распределить его». Вкусовые отличия от русских блинов значительны. «Русские блинчики – это своего рода как ближе к чаю подаются. А эти блинчики корейские, они могут заменить, допустим, хлеб». Так в Узбекистане вместо хлеба едят традиционную тандырную лепешку. Выпекают ее тоже в форме солнца. А в Беларуси любители картошечки делают драники. «Это все та же тертая картошка с яичком, с мухой. Готовят это блюдо как и на праздники, так и в повседневные дни. Это очень вкусно. Как правило, все дети любят драники. Это, если не первое, то второе блюдо на масленицу. Ее в Беларуси гуляют так же ярко, так же мощно, как и у нас». В Алтайском крае проживает более 140 национальностей, но схожесть обычаев и традиций объединяет всех. «У нас здесь с вами и лепешка узбекскую, у нас сегодня драники, у нас сегодня рисовые вот такие вот лепешечки, блинчики. И все это, то, что у нас сейчас масленица, еще и очень похоже. Именно то, что круглое, именно символизирует солнышко. А еще круг, на мой взгляд, это всегда единство. Единство, дружба». А изобилие блинов в масленицу издавна считается предвестником богатства и хорошего урожая. «Ну все, ребят, давайте доедать и пойдем жить чучело». Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok